Нам в любые годы времена, Родина дается лишь одна. Нам нужна великая Россия, Нам нужна великая страна. Эта песня в исполнении хора имени Пятницкого прозвучала в эфире телеканала «Россия» 23 февраля, День защитника Отечества. А утром следующего дня началась специальная военная операция. Композитор Александр Добронравов, написавший музыку к Великой России, счел это символичным. Страна еще не знала о том, что в 5 утра начнется спецоперация. Ну, конечно, кто-то чувствовал, догадывался, кто-то, так сказать, определялся. А я уже определился и этой песней, и премьерой в День защитника Отечества. Александр поехал на Донбасс сразу после Дня Победы вместе с Григорием Лепсом, Ларисой Долиной, Денисом Майдановым, Родионом Газмановым, Зарой и другими артистами. Большой командой они выступили в нескольких городах, отметив концертами восьмилетие Донецкой и Луганской народных республик. Когда я увидел глаза людей, ну, просто я немножко эмоционально могу, конечно, но я не передам вот именно эту эмоцию, это состояние, что я тогда испытывал. Просто я могу описать, как люди воспринимали нас, и как они хлопали, плакали, улыбались. Он исполнял песни своей молодости и популярную композицию, как упоительный в России вечера. Музыку на слова Виктора Пеленягры Добронравов написал 20 с лишним лет назад в Америке, где находился в творческой командировке. Это стихотворение называлось «Триолет». Триолет, то есть, видимо, Виктор имел в виду, что будет еще две части этого стихотворения. Но мы вот, видите, как обошлись одной. Как упоительный в России вечера и еще несколько десятков песен, тех, что артисты привезли на Донбасс, оказались хорошо известны каждому, кто пришел на концерты. В завершении зрители долго аплодировали и все вместе, стоя, исполнили гимн России. Славься, страна, мы гордимся тобой. Несмотря ни на что, ни на какие разговоры в минус или плюс, что люди рады или не рады, они просто нас ждали, как воздух. Эти восемь лет, они прекратились. И сейчас идет совсем другая история. Сейчас мы освобождаем, мы делаем тот русский мир, то, что хотят эти люди. Александр Добронравов рассказал, что во время поездки испытал ностальгию. На Украине прошло его раннее детство. Мама композитора из Купянска, и он ребенком каждый год бывал в гостях у бабушки с дедушкой. Тогда не было понятия «москаль», но вот «москвич» было. «Москвич», вот, а, у нас там живет, вот он поехал. И я ездил, ну, с четырех, наверное, у меня каждое лето, ну да, с трех-четырех лет. Я был, я ходил, дедушка меня носил на плечах в детский сад. Весенняя поездка была не единственной. Спустя несколько месяцев он вновь отправился в зону СВО и собирается туда еще. А в преддверии написал и презентовал новую песню – посвящение тем, кто отстаивает интересы страны. За победу, за Россию, за Донбасс, за Херсон, за Запорожье, за Губянск, за победу, за Россию, за Донбасс, и никто это не сделает сейчас за нас.